За окном жара, а вот до Нового года осталось совсем немного, и поэтому сегодня у нас самый необыкновенный гость. И знакомьтесь, у нас в гостях сегодня Дед Мороз. Здравствуйте, здравствуйте. Вот это Поворота. И дело не в том, что сегодня 18 ноября, подумаешь, что до 31 декабря времени еще вагон. Дело в том, что сегодня день рождения Деда Мороза. Днем рождения вас. Спасибо, спасибо. Спасибо. Но дата-то выдуманная на самом деле не уже более 2000 лет, как пишут летописи, а 18 ноября выбрали дети, потому что в Великом Истюге, там, где моя родина, начинается настоящий мороз. Ну, я думаю, что даже нельзя назвать эту дату выдуманной, потому что а что тогда в этой жизни вообще настоящее? Ну, настоящие чудеса, которые творит Дед Мороз. А какие чудеса чаще всего заказывают крымские дети? Крымские дети просят снега, просят санок, но не все в моих силах. Это сегодня тот уникальный день, когда как раз-таки не Дедушка Мороз дарит сюрпризы, а когда вот стараются его порадовать. Могли бы рассказать Деду Морозу, как его лучше всего порадовать? Как Деда Мороза порадовать? Ну, от детей я жду, конечно, стихов новых, которые они учат целый год, а от детей я жду хорошего поведения. Ну и главное, чтобы они были здоровы и улыбались. Как планирует свою работу Дед Мороз? На самом деле, очень интересно. Мы видим, что Дед Мороз работает обычно один, максимум два дня в году. На самом деле, я представляю, что предшествует этому огромная работа до этого, потому что нужно распределить заказы, да? Ну, Дед Мороз работает не один-два дня в году. Дед Мороз работает всю зиму, во-первых. Да, снег, горки, санки, снежки, это все делаю я. А работа начинается задолго до Нового года, конечно. И шуба, и борода, и это все надо приготовить. А утренники в детских садах начинаются в этом году, аж с 18 декабря, поэтому это целых 10 дней, а не один-два дня напряженной, напряженной работы. Вот это я считаю просто, вот видите. Да, все ждут от Деда Мороза праздника, веселья. Ну, а Дед-то он же старый, ему тяжело, нужно подготовиться, потренироваться. Ну, согласитесь, где есть и добрые, так сказать, волшебники, есть и лиходеи. Вот как раз-таки, как распознать лиходея, чтобы праздник не был испорчен? Ну, есть проверенные Деда Мороза, которым родители звонят, звонят, из года в год проверяют. Ну, а потом есть же знакомые, друзья, если вы в первый раз обратитесь к ним, они вам посоветуют настоящего, хорошего. То есть лучше по знакомству, да? Ну, конечно, конечно. А бывали ли у вас такие вот ситуации, когда кто-то попался на такой вот крючок, так сказать, злые волшебники пришли, и вам пришлось спасать праздник впоследствии? Ну, конечно, конечно. А как это было? Расскажите. Ну, ребенок ждет, ждет, ждет чудо, ждет подарка. А тот, который должен был приехать, не приехал. Звонят. Ну, и по мере возможности, конечно, выручаешь, приезжаешь. Нельзя же ребенка оставить без праздника, без настоящего новогоднего чуда. Ну, и что касается техники безопасности, ведь в мешке можно пронести не только подарки? За этим следят. Сейчас везде за этим следят. И в мешке ничего, кроме подарков, Дед Мороза ничего не проносит. И что, вас прям досматривают с этими металлоскателями? Конечно, проверяют, проверяют, проверяют. И здоровье Деда Мороза проверяют в обязательном порядке. Как же без этого? Ну, потому что работа с детьми. Да, и с детьми. Ну, больше, конечно, со взрослыми, потому что настоящего чуда больше ждут даже не дети, а взрослые, которые хотят в эти новогодние праздники вернуться лет на 20-30 назад и почувствовать себя вновь детьми. Больше для них, конечно, этот праздник. Они смотрят иногда с большим восторгом и с большим ожиданием чуда на Деда Мороза, чем дети. Так вас рады видеть в этой редакции, ой, редакции студии сегодня утром. Вы знаете, вы правы, потому что ведь это ощущение праздника, оно, наверное, для взрослых нужно больше, чем для детей. Да, дети, они же ждут от Деда Мороза самое главное исполнение своего желания – подарка. Ну, и что там они в письме написали? Дед, конечно, побежал в магазин, выбрал, подобрал, мешок положил и принес. И ребенка можно терзать до появления подарка, ну, минут пять, ну, десять. Он загадки отгадает, он стишок тебе почитает, он с тобой поиграет. Но как только он получил подарок, он забывает про Деда Мороза окончательно. А взрослые – это совсем другая история. Им подарки от Деда Мороза не нужны, им нужно праздничное настроение, им нужно вот это вот чудо и ощущение того, как они себя чувствовали в детстве. Ну, давайте произвести возможность, я тоже хочу загадать желание. Обязательно. Скажите, как это нужно делать? А как? Ну, во-первых, желание должно быть хорошим и добрым. Если оно настоящее доброе желание, оно обязательно сбудется. Ну, может быть, не сразу после Нового года, а на протяжении всего года, но обязательно. Вот, и по классической системе скажите нам, чего хочет Дед Мороз больше всего? Дед Мороз хочет видеть улыбки на лицах детей, взрослых, и Дед Мороз хочет, чтобы вот в эти праздничные дни все стали немножечко добрее не только своим близким, но и тем, кто их окружает. Чего нельзя делать родителям, чтобы не испортить праздник ни себе, ни детям, ни Деду Морозу? То есть обычно же суетятся очень сильно, наверное, и... Родителям чего нельзя делать? Ну, вот как раз таки во время мероприятий, когда приглашают, когда идет представление, выступление. Какая самая частая ошибка, которую совершают родители? Ну, родители пытаются... Я даже не знаю. У меня таких случаев не было. Мне кажется, без участия вот родители, которые думают, вот на всю дедушка пришел, вот и занимайся. А иногда чересчур, наоборот, много участвуют. Наоборот, дети иногда стесняются, прячутся под стол. Тут главное же всегда от родителей исходит вот эта уверенность, что ребенок под защитой, и Дед Мороз, который пришел, может быть, в первый раз в дом, и ребенок немножко испугался. Тут многое зависит от родителей, чтобы они помогли, успокоили и с тобой поиграли. Показали своим примером. А если вот нас сейчас смотрят маленькие зрители, я расскажу свой маленький секрет, как я вот загадывал желание Дедушки Мороза в детстве. Значит, вы берете листик, рисуете там свое желание, и как раз таки кладете куда-нибудь на кухню в укромное место, или, допустим, даже в ящик почтовый, вот как раз таки ваш, и отправляете туда письмо, и наверняка Дедушка Мороз его там найдет, и ваш намек поймет. Но главное указать точный адрес, чтобы не получилось, как на деревне Дедушке. Дедушка, принеси, принеси, обязательно пишите адрес, куда должен принести Дед Мороз ваши подарки. Спасибо большое. В гостях у нас сегодня был Дед Мороз в исполнении Игоря Кашина. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня. И будем надеяться, что все мечты сбудутся. А как они будут забываться, мы обязательно увидим в интернете, в массе видеороликов, подборку лучших новостей из интернета за последнее время мы приготовили и покажем вам прямо сейчас.